Жители Кубани продолжают сбор гуманитарной помощи для участников военной спецоперации на Украине. Свою лепту активно вносят жители Лобинского района. Там не только отправили в Херсонскую область машину, груженную одеждой и медикаментами, но и организовали пошив балаклав и других теплых вещей для военных. Футбольный матч на центральном стадионе Лобинска в этот раз не совсем обычный. Вместо флагов и шарфов горожане несут на трибуны одежду, медикаменты и все, что так или иначе может помочь нашим военным, которые сейчас находятся на передовой. Во время физкультурно-спортивной акции в поддержку участников специальной военной операции собрали десятки коробок с гуманитарной помощью. Я лично поучаствовала, собрав медикаменты на линию фронта. Я с такой надеждой думала, что этот шприц или эти медикаменты спасут этого мальчика, парня, брата, отца, сына, или хотя бы облегчат его страдания, и все это закончится, и они быстрее вернутся домой. Ветераны-десантники тем временем заботятся о том, чтобы у солдат хватало необходимой амуниции и техники от пулеметных ремней до беспилотников. Мы, значит, отправили много запчастей для КАМАЗа, для Уралов, вот именно для нашей части отправили. С города уже отправили три квадрокоптера. Сейчас отправим каски. Не остаются в стороне и лобинские швеи. Лучшие мастерицы со всего города собрались вместе, чтобы сшить 330 балаклав. Чтобы максимально быстро изготовить партию масок, которые пригодятся солдатам для утепления и маскировки, девушки грамотно распределили между собой этапы работы. Все как на настоящем производстве. У каждого своя операция. По операционной это гораздо быстрее получается. Каждый следится на какую-то определенную машину и шьет. Это флиз. Он тонкий, в том будет, чтобы удобно, чтобы это не слишком толстая вещь была. Он тоненький, но в то же время теплый, не пропускает холодный воздух, ну и более-менее дышит. Как приходит весна, людям вновь не до сна. Свою лепту в общее благое дело старается внести буквально каждый. Участницы клуба-рукодельницы решили, что свяжут для военных носки и другие теплые вещи. Трудятся с песней, говорят, что так работает быстрее. Условную норму в три пары с человека каждая давно перевыполнила. В моменты перерыва от боев они утеплят свои ноги, снимут эти берцы тугие и оденут. И будет это тепло. И, наверное, какие-то мысли у них возникнут, правда? О том, что все-таки есть люди, которые запутят цель. Привет, Олег, с прибытием. Рад тебя видеть живым, здоровым. О том, насколько важны для военных такие посылки из родных мест, Олег знает не понаслышке. Десантник отправился на фронт по контракту в самом начале спецоперации. Только теперь, спустя семь месяцев на передовой, получил отпуск и возможность проведать родных. Спасибо хочу сказать всем, кто помогал именно посылки, отправлял эту помощь. Благодаря вам вот эти письма, да, читаешь их. И как бы вот этот дух наш русский, он воскрешается и помогает идти в бой. Все собранное жителями Лобинска уже отправилось на фронт. Коробки с гуманитарной помощью доставили в Херсонскую область, а люди уже планируют начать сбор следующей партии. Веря, что победу наших солдат таким образом удастся хотя бы чуть-чуть приблизить. Денис Сидоров, Лев Коновалов, Андрей Тайдаков. Вести. Продолжение следует...